Здравствуйте, дорогие наши книжечки! Продолжаем разбор привезённых на книг. Тут сейчас не книга, это вот я взял такую вот штуку, я ещё сам её толком не смотрел. Ну вообще, вот посмотрите, что из себя представляет вот такая папка. Называется Альбом по истории культуры СССР, выпуск 2. Просвещение, 1976 год. Но здесь не всё, конечно, к этому относится. Может, к этому и не относится, я так и не понял пока ещё. Я мельком взглянул, надо брать, забрал. Символичная папка. Почему символ? А какой символ? Наш. Наш? А где он? Твоя книжка. Ну, например. Да, так. Выпуск второй, второй, советский период. Это у нас первый был, значит, ну, тут что такое народное просвещение в коммунистическом воспитании, скульптуру, архитектура, театр, живопись, литература, наука, да? Ну, это вкладка по обучению? Это материалы. Материалы, да. Наглядное учебное пособие по истории СССР для средней школы. То есть оформление кабинетов, вот такие вот вещи. Но тут не всё. Давайте посмотрим, что здесь есть ещё. Я вот взял, пускай будут, вот такие штуки. Даже вот такие, вот театральный плакат московских художников. Ну, это вырезка из журнала какого-то. Не выкидывайте, забрал. Я взял вот такую вещь. Смотрите. Можешь отъехать подальше. Коза хлопота день-деньской занята. Вот эти вот детские вещи. Москва, издательство «Малыш», 1984 год. Вот это плакаты, ими оформляли детские сады. Вот такие. Это у нас какой? Один получается, да? Ну да, сам большой. 1984 год для дошкольного возраста. Стишки. Так, 100 тысяч экземпляров. Вот такая вот плакатика. Это мы будем собирать. В общем, в голове у меня уже такой детский проект вырисовывается. Будем собирать книжки. Для чего, пока я еще не могу сказать. Но мы это будем делать. Вопреки здравому смыслу и логике. Смотрите, что еще у меня тут. Вот такие вот плакаты. Это у нас «Киев. Мистецтво. 1981 год». Мне кажется, что это такое 13 копеек. Они все разные. Тут вот мальчик с этим. Тут вот такой. А что это вообще за произведение такое? А, здесь второй. Здесь номера, номера. Двенадцатый. Десятый. Так, четвертый. Ну, не все, конечно. Это у нас тоже непонятно. Может быть, уже другой. Тут вот коты какие-то. То есть вот тоже детские плакаты. Ну, это оформитель. Да, да, да. Мы же тогда в Крым продали набор плакатов «Дорожь движения» 80-х годов. Что там? Верхний, посмотри. Мы собрались здесь. Ну, вот классно, стильно сделали. Добровинский. Добровинский. Евгений Добровинский. Это друг Валерия Ковалева. Это вот отца Андрея, которого картины мы показывали. И его портрет у нас. Кстати, кому интересно, посмотрите на Фейсбуке. И у него сайт есть. Он основатель школы каллиграфии. Офигенные вещи. И он делает плакаты. И там вот написано наверху фамилии. Мы ему его портрет кинули в Фейсбуке. Он написал «Во». Это портрет рисовал Валерка Ковалев. Писал, вернее. Но они друзья были еще в советское время. У него там, он в британской этой школе дизайнеров. Он то ли преподает, то ли что-то. И это очень интересные вещи, конечно. И он делает политические сейчас плакаты. Посмотрите, кому он интересен. Евгений Добровинский. Вот. Вот посмотрите, вот такие вот плакаты еще. Это у нас тоже Киев, мистец СВО, 87-й год. Я догадываюсь, что это сказка о курочке рябе, яичко, бабка, мышь. Вот все есть вот такое. Что еще тут? Так сказал, что бабка-мышь. Бабка-мышь, да. Тоже. Это волк и семеро козлят. Как говорили в КВН, козлят это глагол. Да, у нас тут такое вот все. Вот такой плакатик. Это тоже, наверное, у нас, да. Коза, почему-то только четыре козленка, но остальные, вероятно, где-то... А вот три и четыре. Все правильно. Вот так вот, если считать. Ну, по паспортам и по метрикам мы пока не можем. На камере он засветляет немножко, а не поярче. Так, а вот это, черт его знает даже, что за... Временский музыкант. Нет, какой-то, может, теремок, заяц, мышь, лягуха, лиса, волк, а медведь сейчас. Мы помним, кстати, по вот этому, помнишь, собрание, это вот революционное художника я показывал. Издательство это вот, тоненькие-то, которые я уже продал-то. Сказка, теремок, чем закончилось? Медведь в современном, ну, и в советском варианте он сел на теремок, разбежали, а там до революции он всех похоронил. То есть такая жизнеутверждающая сказка, конечно. Так, вот такие плакаты, классные. Вот теперь вот это у нас идет, называется, раздаточный материал по истории средних веков для седьмого класса. Черт его знает, что такого, чем занимались арабы. Это кто-то учитель истории был. Вот такие вот здесь, вот эти штуки. Я думаю, вон такие прям, смотри, города прям средневековые. Ну, это вот материалы по истории. А здесь есть еще вот такие. Москва, столица государства, Успенский собор. У нас есть такие плакаты подобные по Москве. Вот декоративный свод мечети. Мурзолей, мечети, да? Лукбекар, а тут Пушкин поэт. Тут Киев, столица древнерусского государства. Ну и здесь начало книгопечатки. Такие материальчики мы тоже оставим, наверное, уберем в сундук. Они у нас все там уже лежат, подобные вещи. И вот еще что у нас есть. Вот теперь здесь набор вот таких вот. Сейчас посмотрим вообще, что это. 69. Правильно ли? Да, это вот как раз вот эти материалы и есть. Комплектность мы еще не проверяли. Вот, композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. 41-й год. Художник Грабарь. И погнали. 68-й. Концерт в осажденном Ленинграде. Художник Серебряный. Вот такие. По сути, картины. Вот такие продукции. Ну, бумага не мелованная, но тем не менее. Вот. Пойдет, я думаю. Интересно. Это Качалов. Это портрет Корина, известно его, кстати. Это у нас идет Станиславский, заработав, художник Ульянов. И вот даже такие. Крещатик, центр Киева. Сейчас наши зрители с Украины будут вот интересны им, я думаю. Это какой год, черт его знает. Но это фотография. И она мне... А, 65-я. 65-я, да, есть. Это архитектуры. Вот такая. 64-й проспект Калинина. Это новый Арбат. Вот он как раз. Ну, то есть, вот этот вот такой здесь комплектность мы проверим, разберем. Здесь, получается, 74 должно быть вот таких иллюстраций. Ну, интересно. Мы это будем собирать. Никому ничего я не буду давать. Васид уже раздавал, давил, давал. Давайте, ребята, сделаем. Ребята смотрят, лицо плющат. Дураком меня называют. Отпускай. Вот такой альбомчик мы оставим себе. Вот пускай лишний. Продолжаем разбирать привоз.